Привет, друг, с тобой Канобу и ведущий редактор Денис Майоров. И сегодня я хочу поговорить с тобой про такую очень-очень крутую игру, как Ghost of Tsushima, которую нам анонсировали в прошлом году красивым-красивым трейлером, а в этом году на E3, на пресс-конференции Sony, впервые показали настоящий геймплей, и там есть о чем поговорить. Поехали! Ghost of Tsushima — это экшен про самурая, и вдохновлен он, конечно же, в первую очередь самурайскими фильмами и японской историей. Из источников вдохновления разработчики уже назвали, ну, разумеется, семь самураев. А что же до самой истории, то в основе игры лежит реальное историческое событие — это нападение монгольской империи на Японию в XIII веке. Первое нападение, в ходе которого как раз был разграблен и практически, можно сказать, уничтожен остров Tsushima, на котором действие игры и, в общем, развернется. Несложно догадаться, что главным мотивом игры станет месть. И на пути к мести любой человек должен будет поступиться какими-то своими принципами. И новый трейлер, в общем, это очень наглядно показал, потому что главный герой в нем вместе со своей спутницей и напарницей вызволял из плена некого человека. И когда они его спасли, оказалось, что он там где-то вроде как предатель. Какую-то информацию слил, и подруга главного героя решил его убить. Сам главный герой решил, что этот человек им еще пригодится, и у них случился такой конфликт, что им пришлось сражаться, и они чуть было не убили друг друга. Хотя игра давала нам понять, что это близкие люди. Но на самом деле про драматизм истории мне даже не так сильно хочется говорить, как про картинку, про технологии, про то, как игра выглядела и, собственно, игралась. Мы увидели настоящий самурайский экшен. Экшен, в котором убийство происходит буквально с одного удара. Боевая система чем-то напоминала Dark Souls, ну, разумеется, Dark Souls, чем-то Нио, а в чем-то, знаете, игры вроде Batman Arkham. То есть они очень сильно завязаны на контратаках. Персонаж очень быстро двигается вокруг противников, очень быстро перескакивает от одного к другому, и буквально одним точечным ударом разрубает их на куски, убивает, и это выглядит одновременно очень эффективно и очень жестоко. Поэтому и впечатляет. Еще больше впечатлила финальная битва, когда герой сражался со своей подругой на поле, засыпанном осенними опавшими листьями. В ходе сражения эти листья натурально поднимались в воздух, а спустя какое-то время, ну, подошли монголы, начали издали засыпать героев горящими стрелами, и листья натурально начали разгораться, и это выглядело абсолютно потрясающе. Другой геймплейный момент, о котором мы раньше не догадывались, это паркур. Хотя, в общем-то, можно было догадаться, потому что делает Ghost of Tsushima Sucker Punch, автор Infamous, в которой паркур был не то чтобы важной механикой, но он был. И самое интересное здесь, что Sucker Punch — это американская студия. Казалось бы, зачем у американской студии делать игру про не самый известный период японской истории? Но среди работников студии есть японцы, которым это интересно, которые смогли идеей игры про этот исторический период вдохновить всю остальную команду, и, в общем, так и стартовала разработка игры. Также Sucker Punch утверждает, что у них и в Японии есть консультанты, которые им помогают. Они плавали, летали на остров Tsushima, изучали культуру, и этой игрой они рассчитывают не только развлечь нас, не только красиво показать этот исторический период, рассказать об этой драматической истории, но и привлечь внимание к Японии в целом. В одном из интервью разработчики прямо говорили, что они искренне надеются, что, поиграв в Ghost of Tsushima, вы захотите сами посетить этот остров, ознакомиться с его культурой, с его самобытной культурой, что важно. Потому что, несмотря на то, что сейчас этот остров принадлежит Японии, когда-то это было, в общем, самостоятельное, ну, практически самостоятельное государство, и оно было почти полностью уничтожено монголами. Так что, учитывайте, что хэппи-энд в игре нас, скорее всего, не ждет, так что, возможно, придется даже немножко поплакать, но это тоже нужно. В общем, лично я эту игру очень жду, и это для меня, наверное, сейчас самый интересный проект Sony. Вам тоже советую ждать. Даже если вы не любите такие игры, не любите японский сеттинг, стоит попробовать, возможно, втянетесь. С вами был Денис Майоров. Канобу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Смотрите больше наших мнений с E3. Их у нас еще много. Можете пройти по первой ссылке в описании. И всем пока.